44 года, практически ежедневно, в праздничные и выходные дни, директор Кубринского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов Леонтий Васильевич Еремин рано утром спешит к своим подопечным. Здесь ему дорог каждый уголок, каждый проживающий в этом заведении. И это не просто слова. Привезя первых людей в далеком, 69-м, в только что открывшийся интернат, за годы работы Леонтий Васильевич превратил его в уютный дом для тех, кто живет здесь годами. Этот дом-интернат открылся в 69-м году. И первых людей я работал тогда еще в Шерешевском доме-интернате. Так случилось, что завозил суда на заселение. И когда приехал, увидел такой большой дом-интернат, потому что дома-интернаты, в общем-то, были приспособлены везде, собирали туда людей, как я вот помню, значит, самых первых людей, собирали просто на улице, где-то подбирали, сидели нищие около церкви, на дорогах где-то, и домой ездили, где люди жили. У меня вот был такой случай, помню, приехали, человек жил, в печке спал, натапливал печку, и когда, значит, жар выгребал, залазил туда и спал. Вот таких людей мы собирали, значит, в дома-интернаты. Сегодня интернат, скорее всего, похож не на лечебное учреждение, а пансионат или дом отдыха, в котором проживает 300 инвалидов первой и второй группы с нарушением психического здоровья. Везде чисто, уютно, много цветов. Двухместные палаты для проживающих ничем не отличаются от гостиничных номеров, а столовая от зала неплохого ресторана. Пройдя по красивым коридорам, побывав в уютных холлах и заглянув в столовую, сразу скажешь – этим заведением руководит настоящий хозяин. Поэтому и обслуживающий персонал старается создать все условия, чтобы интернат не был для больных просто государственным учреждением, а наполнил их жизнь домашним теплом и уютом. Директор у нас очень хороший человек, мы давно его знаем. Я уже 5-6 год здесь, и я ничего плохого не могу о нем сказать. Вера Ивановна, и он с душой всегда относится к людям с пониманием. Мы их любим за это, заботятся о нас. Одним из методов реабилитации больных является трудотерапия. Когда проживающие работают в подсобном хозяйстве, занимаются выращиванием овощей и разведением цветов. Поэтому и прилегающие к интернату территории всегда ухоженные, и все лето утопают в цветочных композициях. А чтобы жизнь подопечных не замыкалась в четырех стенах, разнообразить ее помогают занятия в кружках по интересам. Оказывается, многие из них неплохо рисуют и вышивают, вяжут, плетут бисером и мастерят вот такие чудесные изделия. Большинство этих работ находится вот в этой комнате, ставшей настоящим музеем декоративно-прикладного искусства. А многие панно и картины висят на стенах холлов и коридоров. Во всех этих начинаниях и делах есть заботливая рука директора, который отдавался своей работе без остатка. А еще Леонтий Васильевич делал все возможное, чтобы жители этого учреждения хоть иногда выходили в город. С этой целью многие из них посещают выставки художников и кинотеатр «Радуга», ездят на экскурсии в Беловежскую пущу и Страусиную ферму, а также участвуют в различных мероприятиях во Дворце культуры. Не случайно Леонтий Васильевич неоднократно награждался грамотами районного и областного уровня, имеет почетную грамоту, подписанную президентом нашей страны. А в 2011 году был признан «Человеком года». Являясь заслуженным работником соцзащиты Республики Беларусь, он еще включен в международную энциклопедию «Лучшие люди». Такова жизнь, что по достижении определенного возраста каждый из нас уходит на заслуженный отдых. Однако коллективу интерната тяжело расставаться с талантливым, отзывчивым и очень порядочным руководителем. Малый срок я пришла работать под руководством Леонтия Васильевича, но все это время на кухне, конечно, у нас работа сложная, тяжелая, но я сталкивалась только с пониманием, только какие-то вопросы всегда решались, но понимание – это самое главное со стороны руководителя. И вот что не обижены этим, то за это огромное спасибо ему, и останутся только теплые, хорошие воспоминания. Я работаю в домоинтернате в должности заместителя директора дома-интерната 7 лет. Прежде всего, хочу что сказать о нашем директоре Леонтии Васильевича Еремине. Это директор, который руководит домоинтернатом более 30 лет, который на протяжении многих этих лет занимался и жил практически постоянно нуждами и заботами о благоустройстве быта проживающих, о улучшении их содержания. Ну и прежде всего, от всей души хотелось бы выразить слова благодарности за его ту работу, которую он проделал на протяжении этих всех многих лет. Директор хороший, всегда на уступки идет. Но у нас не было споров с директором каких-то нерешаемых вопросов. Решали все в спокойной обстановке. Здоровья, удачи, пусть нас не забывают, приезжают к нам в домоинтернат. Всегда будем рады встретиться. Человек с большой буквы, который оставил весомый след в истории нашей Кобринщины, достойно уходит на заслуженный отдых. А это значит, что жизнь прожита не зря. Я хочу сказать спасибо большое коллективу работников нашего учреждения. Мне было очень легко и хорошо работать с данным коллективом. Я очень благодарен своему коллективу, всем работникам дома-интерната, начиная, наверное, где-то со всех работников. И санитаркам, и медицинским сестрам, и врачебному персоналу, и бухгалтерии, и кухонным работникам. И за складами, которые никто меня никогда не подводил. Я очень благодарен коллективу и за то, что мы столько лет проработали вместе и без всяких-всяких замечаний.